ПОСЛАНИЕ К РИМЛИНОМ СВЯТОГО АПОСТОЛА ПАВЛА Братья, желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение, ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению, ибо не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Бога. Потому что конец закона Христос, к праведности всякого верующего. Моисей пишет о праведности от закона, исполнивший его человек, жив будет им. А праведность от веры так говорит, не говори в сердце твоем, кто взойдет на небо, то есть Христа свести, или кто сойдет в бездну, то есть Христа из мертвых возвести. Но что говорит Писание? Близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоем, то есть слово веры, которое проповедуем. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, от Матфея, святое благовествование. И когда он прибыл на другой берег, в страну Гергесинскую, его встретили два бесноватые, вышедшие из гробов, весьма свирепые, так что никто не смел проходить тем путем. И вот они закричали, что тебе до нас, Иисус, Сын Божий, пришел ты сюда прежде времени мучить нас. Вдали же от них паслось большое стадо свиней. И бесы просили его, если выгонишь нас, то пошли нас в стадо свиней. И он сказал им, идите. И они, выйдя, пошли в стадо свиное. И вот все стадо свиней бросилось с крутизны в море и погибло в воде. Пастухи же побежали и, придя в город, рассказали обо всем и о том, что было с бесноватыми. И вот весь город вышел навстречу Иисусу. И, увидев его, просили, чтобы он отошел от пределов их. Тогда он, войдя в лодку, переправился обратно и прибыл в свой город. И пришедший ему на он пол, в страну Гергестинскую, средоста его два бесна, от гроб исходящее, люто зело, яко не мощи никому винути путем тем. И сего записто, глаголюще, что нам о тебе, Иисусе, Сыне Божий, пришел и си сему прежде времени мучить и нас. Бяже же далече от нее стадо свиней много посома. Беси же маняху его, глаголюще, аще изгонешины повели нам идти в стадо свиное. И речи им, идите. Они же и шедше и дольше в стадо свиное, и сиаби, и устремися стадо все по брегу в море, и утопоши в водах. По суще и же бежаша, и шедшего град возвестише вся и обесною. И весь град изыденов встретене Иисусови, и, видевши его, моливше, якогда бы пришел от пределов их. И влез в корабль, прейде и прииде во свой град. Золото-промышленники не обращают внимания на множество песку и грязи в золотом песке, но останавливаются на золотых песчинках, и, хотя их очень мало, дорожат и немногим, и промывают его из множества негодного песку. Так и Бог поступает с нами, долготерпеливо очищая нас. Во всякую минуту нам готово наказание от Владыки, и наше собственное тело, как и душа, скрывают в самих себе множество казней нарушителям заповедей Бога, Всетворца и Судьи. Так Бог наказывает нас за грехи наши через нас самих. К наказаниям такого рода относятся скорби и болезни. Ими же, кто согрешает, сими и мучится. Бывают в жизни христианина часы безотрадной скорби и болезни, в которой так и кажется, что Господь совершенно бросил и покинул тебя, ибо нет в душе ни малейшего чувства присутствия Божия. Это часы искушения, веры, надежды, любви и терпения христианина. Не унывать ни в каких скорбных обстоятельствах, но всегда, не уклонясь, взирая ко Господу, надеяться на Него. Все земные наслаждения прелестны, вредны, приходящи и носят в самом начале своем зародыши тления, лишь только мы коснемся их. Боли и болезни от них служат тому доказательством. Когда внутренние изнеможения в добре и происходящие от того скорби постигают тебя, благодари тогда Бога и за это оставление тебя Его благодатью, и за эти скорби, но только молись, чтобы верным прибыть Господу. У вас больны дети, близки к смерти, или вы сами больны и близки к смерти? Имейте христианское упование. Не малодушествуйте и не скорбите якоже и прочие неимущие упования. У вас сильные скорби? Надейтесь, что они пройдут. Верьте, что они для очищения грехов ваших, для привлечения в ваше сердце благодати Христовой, для обращения вас к чаянию жизни вечной. Все приходит. И вы своим телом, но не душою, подумайте об этом. Сердце ваше не привязано ли к земному и только? Нужно ему найти небесное сокровище, Христа, и к Нему прилепиться. Если сердце твое скорбит при чувстве какой-либо боли или болезни в теле, то это значит, что ты имеешь сильную привязанность к жизни, не совсем чистую, особенно если ты скорбишь при боли или болезни, полученной при занятии и делом Божиим. Христианин должен иметь беспристрастие и к самой жизни. Мне, еже жить и Христос, и еже умрете, приобретение есть. Иже погубит душу свою «Мене ради и Евангелия, то и спасет ю». Худо душевное состояние того человека, который не подвергается душевным скорбям или телесным болезням, особенно при обилии благ земных, сердце его неприметным образом плодит из себя все виды грехов и страстей и подвергает его духовной смерти. Душевные и телесные страдания – воля Божия. Молись, Отче мой, аще возможно есть, мимо неси от меня чашу сию, а баче не яко же ас хащу, но яко же ты. Помни еще, что страдания телесные и духовные посылаются для пользы душевной. Ручательство тому правда, благость и премудрость Божия и последующее за болезнями или скорбями состояние души. Любя принимать тело и кровь Иисуса Христа, люби и страдать с Ним, то есть великодушно, терпеливо переноси скорби и болезни, которые Господь посылает и без которых невозможно для нас спасение. Крестом вошел в славу начальник нашей веры Иисус Христос. Крестом и мы должны прочищать себе к небу духовный путь. Скорби Великий Учитель Скорби показывают нам наши слабости, страсти, нужду в покаянии. Скорби очищают душу, вытрезвляют ее, как от пьянства, низводят благодать в душу, смягчают сердце, внушают отвращение к греху, утверждают в вере, уповании и добродетели. Скорбь – смерть сердца, и она есть падение от Бога. Широта, спокойствие сердца при живой вере в Него яснее дня доказывают, что Господь постоянно при мне, и Он внутри меня живет. Какой ходатай или ангел избавит нас от грехов или скорбей? Никто, кроме единого Бога. Острие скорби, которое ты вонзишь невинно в чужое сердце, войдет и в твое сердце по строгому закону возмездия. Вню же меру мерите, возмерится вам. Не хочешь скорби, не делай ее и другому. Если плотскому человеку легко, то духовному тяжело. Если внешний человек цветет, то внутренний клеит. Болезни, пожары, похищения, бедность, несчастье, войны, голод, часто благодеяние душе. Если тебе приходится переносить сильные напасти, скорби и болезни, то не малодушествуй, не унывай и не ропщи, не желай себе смерти, не говори дерзких речей пред всевидящим Богом. Избави тебя, Бог, от такого малодушия, ропота и дерзости. Но все это терпи великодушно, как посланное тебе от Бога за грехи твои. Истинный христианин должен желать злостраданий внешних, плотских, мирских, они укрепляют дух его. О ропоте он и думать не должен. Как роптать на то, что приносит пользу его бессмертной душе, хотя и средствами очень противными для его плотского человека. Все скорби, мучения, лишения, болезни допускаются Богом для того, чтобы изгнать обольщающий грех и насадить истинную добродетель в сердцах, чтобы дать опытное познание о лживости, наглости, безумии, тиранстве и смертоносности греха и внушить омерзение к нему и опытное познание о истине, кротости, мудрости, кротком господстве над сердцами человеческими и животворности добродетели. Поэтому буду терпеть все скорби великодушно с благодарностью ко Господу, врачу душ наших, спасителю нашему, человеколюбивейшему. О болезнях душевных и телесных. Болезни посылаются от Бога с тем, чтобы научить человека смирению, самоотвержению и терпению, ибо человек горд, самолюбив и нетерпелив. Не беспокойся, когда что и поболит от боли пользы душе, как вообще от лишений плоти и страданий ее. Если врач-человек оживляет иногда полумертвого по причине знания своего дела и по искусному меткому воздействию на причину болезни, то Творец ли врачей и врачевания не исцелит одним хотением и словом всякой болезни? Творец ли не воздвигнет и мертвеца одним словом своим? Дадим славу ему мы маловерные и скажем ему от сердца «Вся возможно тебе, владыка, невозможно же тебе ничтоже». Аминь. Долго иной больной мучится болезнью, как от злого тирана, но зато в этой болезни душа как злата очищается, и человек тот получает свободу чад Божиих и удостаивается вечного покоя и блаженства. «Когда видите болезненное разрушение тела, не ропщите на Господа, а говорите «Господь даде, Господь отьят, буди имя Господне благословенно». Вы привыкли смотреть на тело свое, как на неотъемлемую собственность, но это крайне несправедливо, потому что ваше тело Божие здание». Поражая болезнью телесный наш состав, Господь сокрушает ветхого, греховного, плотского человека, чтобы дать силу новому человеку, которого мы обессилили плотскими делами, чревоугодием, праздностью, развлечениями, пристрастием, многоразличными. Егда не мощствую, тогда силен есть. Надо с благодарностью принимать болезнь. «Когда страдает от болезней плоть твоя, помни, что страдает первый враг твоего спасения, который болезнью обессиливается, и терпи великодушно болезнь свою во имя Господа Иисуса Христа, нас ради претерпевшего крест и смерть. Еще помни, что все наши болезни суть наказания Божия за грехи. Они очищают, примиряют нас с Богом и вводят снова в любовь Его. Твой мир сказано, и Твою любовь даруй нам. Вся Бог воздал еси нам». «Иногда только лишь насладишься Господом, а враг вскоре же после того или сам или через людей нанесет тебе крайнюю скорбь. Таков удел работающих в этой жизни Господу». Терпи великодушно свою болезнь и не только не унывай. Напротив, если можешь, радуйся своей болезни. Чему же радоваться, спросишь, когда тебя ломает вдоль и поперек? Радуйся тому, что Господь взыскал тебя временным наказанием, да очистит душу твою от грехов. Его же любит Господь наказует. Радуйся о том, что ты теперь не удовлетворяешь тем страстям, которым удовлетворял бы, будучи здоровым. Радуйся, что несешь крест болезни, и значит идешь узким и скорбным путем, ведущим к царствию. Болезни в руках промысла, то же, что горькие лекарства для души нашей, исцеляющие страсти ее, худые привычки и наклонности. Не возвратится тоща ко Господу ни одна болезнь, посланная на нас. Потому надо иметь в виду и пользу болезней, чтобы легче и спокойно можно было страдать. Сердце совершенно здорового человека расслабевает для веры и любви к Богу и ближнему и легко вдается в похоти плотские, в ленность, нерадение, холодность, чревоугодие, скупость, блуд, гордость. А сердце человека нездорового или сердце уязвляемое, утесняемое, изнуряемое укрепляется в вере, надежде и любви и далеко отстоит от страстей плотских. Вот почему Отец Небесный, пекущийся по-божески о нашем спасении, наказывает нас как бы плетьми различными болезнями. Тесноты и скорби болезней опять обращают нас к Богу. Смотри же, берегись от малодушия, уныния и ропота во время болезни, но благодари Господа, что Он посетил тебя болезнью или скорбью за грехи твои. Смирись под крепкую руку Божию, не говори, за что мне Бог послал такую скорбь, за грехи твои, им же несть числа. Пока в нас страсти будут действовать, пока ветхий человек в нас будет жить и не умрет, до тех пор нам придется много скорбеть от различных искушений в жизни, от борьбы ветхого человека с новым. Победи многоглавую гидру греха и будешь здрав. Храни в себе спокойствие духа и не возмущайся, не раздражайся никакими противностями, обидами, неисправностями, неправдами, и вот ты будешь наслаждаться всегда здравием душевным и телесным. Волнение, возмущение, огонь страстей различных порождают в нас множество болезней душевных и телесных. Живые в помощи в крови Бога небесного во дворица речет Господи вез заступник мой и си прибежище мое Бог мой и уповай на него. Яко то избавят тебя от сети ловчей и от слави семя тежно плечма своем осенит тебя и под крыльей его надеяшися. Оружием обыдет тебя истинно его не убоившись от страха ночного от стрелы летящие во дни от вещи во тьме приходящие от срящие бесополуден ногу подет от страны твоя тысяща и тьма одесную тебе к тебе же не приближиться оба чьи от чьима твоим осмотришь и воздаяние грешников узришь яко ты Господи упование мое вышнего положилось и прибежище твоим не придет к тебе зло и рано не приближится телеси твоему яко ангелам своим заповести тебе сохраните тебя во всех путях твоих на руках возму тяда никогда преткнешь оками ногу твою на спидой василиска наступишь и поперешь и льва и змея яко наме упова и избавлю и покрыю и якопозна имя мое воззывет ко мне и услышу его с ним есть скорби и зму его и прославлю его долго тою дни исполню его явлю ему спасение мое воздвиг охочи мое в горы отню дужи приедет помощь моя помощь моя от господа сотворшего небо и землю не дай во смятение ноги твои яниже воздремлет храняй тебя все не воздремлет ниже уснет храня израиля господь господь сохранит тебя господь покров твой на руку десную твою во дни солнца не ожет тебе ниже луна ночью господь сохранит тебя от всякого зла сохранит душу твой господь господь сохранит вхождение твое и исхождение твое отныне до века господь и сподоби нас влады господь содержание не осуждено смейте призывать и тебе небесного Бога Бога и глагол и о о о о ПЕСНЯ 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»